Запись пошла, бэйби! Надеюсь, я это вырежу. Блин, я же не вырежу. Я открыла окно, чтобы хоть как-то выживать в эту жару, но птицы за окном орут. Shut up, окей? Придется задыхаться в собственной жаре. So? Hey, guys! Где-то неделю назад, а может даже больше, у себя в Инстаграме я постила сториз, в которой спросила вас, хотите ли вы макияжное видео. Ну, и вы сказали, что хотите. Потом я выбрала два макияжа, чтобы вы выбрали уже между ними. Большинство проголосовало за макияж с грибочками. Что вы думаете? Я вчера сняла это видео, но файлы оказались побитыми. Когда я хотела монтировать, мне написали, что типа тип файла не поддерживается. Короче, это не важно, собственно. Но остались маленькие кусочки, которые вы можете посмотреть сейчас. У меня только один вопрос. Как выглядеть так всегда? Как? Как выглядеть так всегда? Я не хочу это смывать. Наношу тон, расскажу, почему я вообще решила снять такое видео. В общем-то, последнее время в интернетике я стала натыкаться на разные необычные макияжи, которые я никогда не делала, естественно. Я подумала, что мне срочно нужно это повторить. И поехала в магазины искать палетку. Мне нужна была палетка, в которой было бы много оттенков, чтобы они мне подходили, ну и чтобы цена была хорошая, потому что это же я. Но не об этом. В общем-то, я прошла три магазина где-то. Три магазина, в которых я обычно покупаю косметику. И ни в одном я не нашла то, что мне бы было нужно. Ни в одном. Три или четыре магазина. Потом я встретилась с мамой, и она мне предложила сходить в один магазин просто посмотреть. Но мы и зашли просто посмотреть. Ну просто как можно было это не купить? Смотрите, какая красивая лошадь. А, это олень. Ладно. Но, что хочу сказать. Цвета тут реально супер. Просто посмотрите на это. И тут офигенные блестки. У меня раньше была только вот эта палетка. Там, если что, 63 цвета. Тут их как бы мало, и они не такие яркие. И они почти закончились. Я раздавила там зеркало. Но это не важно. Итак, тон у нас уже есть. Вот такая я беленькая. И теперь нам нужны брови. И знаете, вчера я делала себе красные брови. Мне понравилось, как это выглядит. А почему бы, собственно, и нет? Почему бы сейчас не сделать какие-то необычные брови? Короче, сейчас в моих планах сделать начало брови оранжевым и кончику сделать красный. Боже мой! Я художник. Гениальный художник. Просто. Мне кажется, это будет красиво. Хоть на модели и не так, но мы все равно так сделаем. Я такой же единорог, как у меня на палетке. А, это олень. Проучилась 9 лет в школе, так и все. А, кстати, всех с окончанием школы. Я закончила 9 класс. Пишите в комментариях, какой класс закончили вы. Мне будет интересно почитать. Кстати, под прошлым видео комментарии открыты до сих пор, а прошла уже неделя. Чем я заслужила такое счастье? Я не знаю. Итак, получились у меня вот такие брови. Я радужная гусеница. Теперь переходим к самому сложному в этом макияже. Это тени. Или, может, их поставят на потом. Давайте сначала сделаем губы. В общем-то, я подарила с вами... С вами. Я подарила маме вот такую помаду. Суть этой помады в том, что ты ее наносишь, она засыхает и не стирается, и она матовая. И я узнала это после того, как ее купила. Но пахнет она очень вкусно. Прям реально. И ей очень классно делать румяна. Или сразу растушевывать на губах. Но у модели губы прям четкие и такие матовые. Мне нравится, как это выглядит. Я так никогда не делала. Но сейчас сделаем. Посмотрим, что у меня из этого выйдет. Это, конечно, супер ровно. В скобочках нет. Просто жесть. Но она уже матовая, видите? И она очень кривая. Но я думаю, когда улыбаешься, выходит хорошо, да? Значит, буду улыбаться всегда. Итак, девочки, мальчики, дальше у нас идут румяна. Я хочу прям много румян. Но я всегда похожа на клоуна. Возможно, у меня такое призвание. Я не знаю. Ну, короче, румяна я делаю тенями. Я их наношу на подбородок, на нос. Подбородок и нос. Щеки. И я еще видела, вот сюда наносят. Но я не знаю, надо ли это. Русский язык кто? Я умею разговаривать вообще? Мне кажется, что нет. А что, если уши сделать? И да, таким я еще никогда не занималась. Крашу уши в первый раз. Вот. Я, если что, рисую, если кто-то не знает. И в моих рисунках у персонажей всегда очень красные уши. По мне это выглядит мило. Еще недавно, вчера или позавчера, я... Памяти у меня нет. Я пересмотрела в тысячный раз последнюю кнопку. Я в тысячный раз убеждаюсь, что это просто... Это шедевр. Если вы каким-то образом это не смотрели, обязательно посмотрите. И в этот же день у Брайана вышло видео, где он сказал, что последняя кнопка 2 выйдет 2 июня. Я жду этот день больше, чем свой день рождения. Больше, чем Новый год. Я жду это больше всего на свете. Потому что трейлер вышел... Я не помню, когда. По-моему, 2 месяца назад. И потому что очень скоро выйдет уже ПК-2. Я просто жду этого больше всего на свете. Да. А еще 28-го числа, мая, день фанатов Брайана. И будет у меня кое-какое видео в ТикТоке на эту тему. Можете подписаться, чтобы не пропустить. Но это не обязательно. Кстати, ПК немного в таком стиле слэшер. I hope вы поняли. Наверное. Итак, нам осталось делать только тени. Получается. Я беру вот такую кисть. Именно вот такой кистью малярной мы делаем основу. Я, наверное, буду делать такого же цвета, как у модели. Брови я, кстати, делала... Где этот цвет? Вот этим. И вот этим. И глаза, веки я буду красить вот этим цветом. Красить. Beauty Blender. Ага. Короче. Крылышки у меня будут вот такого цвета. Модели, они, по-моему, были такого цвета. Потому что я сейчас не могу посмотреть. Я делаю все по памяти. Потому что у нас отрубили интернет. И свет. У нас нет электричества сейчас. И мой ноутбук разряженный стоит. Я не могу посмотреть фотографию. Типа, понимаете, да? Поэтому я делаю все по памяти. Итак, суть. Нам нужно сделать основу. Я не знаю, как это называется. Ну, короче, нарисовать крыло просто тенями. А потом мы это дополним подводкой. Ну, или под пиво. Потом мы это дополним подводкой, и все будет нормально. Шикарно. Идеально. Я просто гений. Я попала себе в глаз. Не плачь, пожалуйста. Не плачь. Пока я занимаюсь вот этим вот прекрасным делом, можете подписаться на канал. А, кстати, посмотрела сейчас на оранжевый цвет и вспомнила. У меня появился котик. Маленький мой маленький котик. Это маленькое рыжее чудо сейчас где-то спит. Ну, короче, если комментарии открыты, пишите, пожалуйста, имена для него. Потому что я не знаю, как его назвать. Я хочу какое-нибудь необычное имя. Но я не могу что-то сама придумать интересное. А то, что я придумываю, это что-то странное. Ну, короче, пишите имена. И в следующем видео я вам скажу, как я его назвала. Не забывайте. А, кстати, если комментарии еще открыты, оставляйте в комментариях вот этот хэштег. Я еще не знаю, что это будет за хэштег. Но оставляйте в комментариях вот этот хэштег. Пишите имена для моего маленького рыжего кусочка счастья. И пишите, какой класс вы закончили. Потому что я девятый. Мне интересно. Я об этом уже говорила, но я сейчас... Я об этом уже говорила, но скажу еще раз. Я все видео просто ужасно заикаюсь. Меня не было на YouTube. Неделю, полторы. Итак, ребят, вот что у меня пока что получилось. В жизни это выглядит ярче. Ну, в общем-то, вот что-то такое. И сейчас... Самый ответственный момент. Потому что мы будем рисовать само крыло под водкой. Или можно карандашом, может быть. Потому что, блин... Мне еще нужно наклеить ресницы. Я не знаю, мне это делать сразу или после того, как я нарисую крыло... Крылья... Ну, ладно. Наверное, сначала попробую нарисовать. Погнали, девочки. Короче, я сейчас карандашом для глаз черным сделала вот такие наметки, чтобы хотя бы как-то знать, куда мне двигаться. И чтобы не испортить все под водкой. Потому что я могу. Это вам лайфхак. Лайфхакерша Беверли. Поймут не все. Короче, получается, что-то типа этого. Но я не могу снимать этот момент. Потому что мне надо все контролировать. Я забыла, как дышать. Я не снимала процесс рисования вот этого вот чуда. Рисовала под водкой. И я просто... Я забыла, как дышать. Про съемку я даже не думала в этот момент. Я еще заметила то, что у нее на лице есть такие точки. Ну, типа... Мы их тоже должны делать. Вчера я думала то, что это сложный макияж. Нет, девочки. Вот это сложный макияж. Меньше надо есть. Как дышать? Я забыла. Помогите. Короче, у нее там было точки 3. Я поставила много точек. Короче, мы сначала прощи замазали. Рисуем новые девочки. Вот тут я хочу большую точку. Вот примерно так в Рик и Морти рисуют глаза, девочки. Я такие сложные макияжи не делала никогда. Итак, у меня есть вот такие серьги с цветочками. Их я делала, кстати, сама. Вот такая вот я классная. Мне кажется, они в этот образ подойдут очень хорошо. Я вообще очень редко ношу сережки. Обычно это для каких-то праздников или... Ну, короче, когда это прям нужно. Еще у меня есть вот такие блестки. У меня есть вот такие блестки. Это типа цветуечки. Но цветуечки не пойдут. Там еще есть маленькие такие штучки. Сейчас я вам покажу. Короче, есть тут вот такие вот маленькие блестки. Их я хочу приклеить к себе на вот эти крылышки. Короче, девочки, я наклеила блестки на крылья. Но их практически не видно, поэтому на второе крыло я даже делать не хочу. Собственно, yes. И, кстати, знаете, сначала брови казались такими яркими, а сейчас на фоне крыльев их почти не видно. Итак, чтобы сделать крылья поярче, я хочу... Я сейчас хотела вот это закрыть вот этим колбач... Все плохо, девочки. Все плохо. Все очень плохо. Well, чтобы крылья сделать поярче, я возьму тонкую кисть. И каким-нибудь цветом потемнее вот эти уголочки затемню. Ну, думаю, стало поярче. Теперь желтым цветом в уголок глаза. Я не знаю, зачем нам это нужно, но нам это нужно. Теперь самое сложное... Ну, не самое сложное... Свет. Но не самое сложное. Нам нужно приклеить ресницы. У меня с этим проблемы. Большие проблемы. Я это просто ненавижу. Короче, чтобы наклеить ресницы, я беру одну ресничину, разрезаю пополам и клею в уголок глаза. Потому что целая ресничина мне не идет. Поэтому я клею пополовинке. Вот такая вот я необычная леди. Итак, девочки, реснички на глазах. Я еще наклеила на нижний век. Ну, типа, их не видно. Теперь подкрасим свои реснички. Тушь с релакумой. Держусь своей покупкой. Эта тушь однажды запачкала мне мои любимые штаны, которые были бежевого цвета. А тушь черная как бы, да? Салон красоты. Веселый олень-единорог. Девочки, записывайтесь. Макияж любой сложности. А если серьезно, мне нравится, как у меня получилось. Так вот, у этой женщины еще есть пирсинг. И сейчас я поеду делать пирсинг. Мне очень страшно. Ну, я не такая бесстрашная и не бессмертная, потому что у меня есть родители. Поэтому пирсинг у меня не настоящий. Просто я заметила, что у этой девушки есть пирсинг. Или лучше вот так. Да, наверное, лучше так. Я подумала то, что мне тоже надо. Я в восторге. Мне очень нравится, что у меня получилось. Это прям реально красиво. Мой супернастоящий пирсинг немного съехал. Пишите в комментариях, как вам, нравится или нет. Я надеюсь, что да, потому что мне нравится. Хоть эти крылья, они ровные, понятно? Собственно, да. Сейчас я пойду фотографироваться. Боже мой, в очередной раз я не хочу смывать этот макияж, потому что он мне супернравится. Хотите еще таких видео? Ставьте лайкосы. Если тут наберется 100 лайков, я сделаю пирсинг. Но этого не будет, поэтому... Гудбай. Что ж, гайсы, на этом было все. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте про лайк и подписку. Смотрите последнюю кнопку. И у меня есть инстаграм и тикток. Там есть видео и фоточки с этим макияжем. Я вас очень сильно люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok